Книга Откровения, глава восьмая И когда он снял седьмую печать, сделалось безмолвие на небе, как бы на полчаса. Я видел семь ангелов, которые стояли перед Богом, и дана им семь труб. И пришел иной ангел, и стал перед жертвенником, держа золотую кадильницу, и дано было ему множество Фимиама, чтобы он с молитвами всех святых возложил его на золотой жертвенник, который перед престолом. И вознесся дым Фимиама с молитвами святых от руки ангела пред Бога. И взял ангел кадильницу, и наполнил ее огнем с жертвенника, и поверг на землю, И произошли голоса, и громы, и молнии, и землетрясения. И семь ангелов, имеющие семь труб, приготовились трубить. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю. И третья часть деревьев сгорела, и вся трава зеленая сгорела. Второй ангел вострубил, и как бы большая гора, пылающая огнем, не зверглась в море, И третья часть моря сделалась кровью. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море, и третья часть судов погибла. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, И пала на третью часть рек, и на источники вод. Имя сей звезде — полынь. И третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горькими. Четвертый ангел вострубил, и поражена была третья часть солнца, и третья часть луны, и третья часть звезд, Так что затмилась третья часть их, и третья часть дня не светла была, так, как и ночи. И видел я, и слышал одного ангела, летящего посреди неба и говорящего громким голосом, «Горе! Горе! Горе! Горе живущим на земле от остальных трубных голосов трех ангелов, которые будут трубить!» Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!